Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». Сегодня у меня замечательные собеседники, работники государственного архива, и говорить мы будем о нашей истории. Дело в том, что открылась уникальная выставка подлинных документов в образовании Самарской губернии. А мои гости это заместитель директора архива Ольга Владимировна Зубова и начальник отдела использования архивных документов Кира Владимировна Фролова. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Итак, уникальная выставка. Выставка посвящена истории Самарской губернии, насколько я понимаю, приурочена к 13 числу, которое стало днем губерний. Совершенно верно. Итак, что же такого замечательного в этой выставке? В первую очередь замечательно то, что посетители могут ознакомиться с подлинными документами по истории нашей губернии, даже по самому моменту образования губерний и первых губернских структур власти. И то, что они не смогут увидеть ни в каком другом архиве. Все есть только у нас, поэтому я говорю, что уникальное, да? Да, да, это хранится у нас. И надо сказать, что хранится именно в Центральном государственном архиве Самарской области. Вы так акцентируете? А есть проблемы, кто-то считает, что в другом месте? Ну, к сожалению, по некоторым каналам нашего местного телевидения прошла информация, что документы, выставленные на экспозиции, хранятся в фондах филиала Центрального технического архива. И они лежат в Центральном государственном архиве. Да, хранителем этих документов является Центральный государственный архив. Если перепутали, да. Но, тем не менее, это хорошо, что вы об этом сказали, чтобы телезритель четко знал, куда ему нужно идти. Это имеется в виду здание архива, которое находится... Да, дело в том, что вот уже год, как мы находимся, являемся арендаторами помещений технического архива. В связи с тем, что здание Центрального архива было признано аварийным, и нам пришлось переехать в технический архив. Вот. Поэтому, по всей видимости, я думаю, что из-за этого... Это не специально, поэтому было сделано. В общем-то, обыватель не ошибется. Он в технический архив приедет просто... Да, да. Ну, и хотелось бы не обидеть наших владельцев здания тем, что сказать, что они также приняли участие в этой выставке и предоставили свои документы по истории железной дороги, строительства. Потому что благодаря тому, что через Самару пролегла железная дорога, хотя были и другие предложения, но местные деятели, общественные и политические, они настояли на том, чтобы железная дорога прошла именно через Самару. Да, и что дало мощный толчок для развития города. Поэтому и вот эти документы представлены также в экспозиции. Вообще, в принципе, у нас ведь люди привыкли ходить куда? У нас люди привыкли ходить на выставки в музеи или выставочные залы. Да, мы говорим государственный архив, центральный архив. Человек думает, что, наверное, нужно оформлять огромное количество таких документов. Да, и он услышал про выставку, подумал, ну, замечательно, наверное. Но не сдвинулся с места, потому что предполагает, что попасть туда сложно. На самом деле, насколько я понимаю, любой житель областной столицы, да и не только областной столицы, да, может прийти и посмотреть на эти уникальные документы. Конечно. В любое время до 23-го числа все желающие могут посетить нашу выставку. Она работает с 9 до 5 в читальном зале Российского государственного архива научно-технической документации. И мы с нетерпением всех ждем. В любом случае представление о том, что в архив можно попасть только по специальному пропуску разрешения, разрешение оно уже давно устарело, потому что для работы даже в читальном зале государственных архивов с какими-то документами, которые могут интересовать вас по каким-то личным целям, в качестве источниковой базы вашего исследования исторического какого-то. Ну, просто захотелось что-то покопаться в правильных документах. Если бы захотелось человеку узнать побольше о какой-то проблеме, о каком-то событии, он может прийти в архив, имея при себе только паспорт, и получить доступ к документам. Хорошо. Я смотрю, вы ведь не с пустыми руками ко мне пришли. Что у вас за такой фолиант самодельный, я бы сказал, папка с документами? Это архивное дело, оно относится к реестру уникальных. Есть дела особо ценные, а есть уникальные. Эти уникальные дела, такой статус они получают, если документы, которые в них содержатся, нет больше на хранение нигде. Только у вас, поэтому уникальное. Да, это уникальное дело, это переписка симбирского губернатора с Министерством внутренних дел и с вновь назначенным самарским губернатором Волховским, Степаном Григорьевичем, первым самарским губернатором, о как раз создании губерния. Вот эти вот письма сохранились. Да. Я вообще предполагал, что им место где-нибудь в Краеведческом музее. Но их свято хранит государственный архив. Конечно. Первыми структурами, которые были созданы на территории, вновь образованной самарской губернии, это было губернское правление, губернское канцелярие. И документы этих структур, которые рождались в недрах этих организаций, они хранятся в нашем архиве. А что интересного может подчерпнуть посетитель? Нас сейчас с вами послушают, скажут, что здорово. Есть вещи, которые в музее я точно не увижу. В газетах, может быть, не прочитаю в каких-то сборниках. Пойду-ка я познакомлюсь. Чем вы можете зацепить и удивить посетителя в архиве на этой выставке? Что он такого? Кроме того, что вот это раритет, и достали его из запасников. Вот, например, первым экспонатом нашей выставки является копия. Это, к сожалению, копия указа Николая I об образовании самарской губернии. Оригинал этого указа хранится подлинник в Российском государственном историческом архиве. А мы специально заказывали копию этого документа. Это вот от 1850 года, да? От 1850 года. Еще бы хотелось обратить внимание на один из экспонатов. Это мемуары самарского купца Аннаева. Егор Никитич Аннаев является строителем дома, где открывалась самарская губерния, который был снят под самарское губерниское правление. Дело в том, что вы, наверное, знаете, в Самаре в 1850 году бушевал страшный пожар. Практически все здания сгорели, деревянные и каменные находились в удручающем состоянии. Егор Никитич построил буквально за полгода каменное здание, которое сейчас находится на пересечении улиц Алексея Толстого и Комсомольской. Это бывшее реальное училище. И именно в этом здании, сейчас оно, конечно, значительно перестроено, была открыта самарская губерния. Этот дом был снят у домовладельца симбирского купца Ивана Макки. Егор Никитичич ему приходился Шурином под губернское правление. И Егор Никитич – это вообще уникальная личность для самарской губернии. Он, с его именем связано несколько памятных мест. Это и Аннаевская коса, если слышали, Аннаевская лечебница, Комысо-лечебница. Именно на его деньги была построена лютеранская кирха. И Егор Никитич, он оставил мемуары. И в том числе на страницах этих мемуаров мы можем ознакомиться с его воспоминаниями о именно дне открытия самарской губернии. И не только, наверное, открытия, потому что я думаю, что мемуары такого человека вообще следует почитать и понять, что же тогда происходило и как. Взгляд-то наверняка оригинальный был. А они не издавались у нас эти мемуары? Нет, не издавались. И в экспозиции посетители могут увидеть портрет Аннаевой и увидеть дом в том виде, в каком он был, когда там проходило заседание, посвященное открытию губернии. Замечательно. Ну, мемуары, когда это нигде не почитаешь, только у вас о том, как оно хорошо. Что еще? Представлены также документы о создании всех отделений губернского управления, врачебное управление, тюремные инспекции, ветеринарные инспекции, строительные и дорожные комиссии. Представлены документы об утверждении губернского герба, о снятии планов с губернского города Самара. Представлены планы, в частности, 1803 года и 1851 года. То есть посетители выставки... Можно посмотреть еще и план, как это все выглядело тогда. Причем представлены планы и уездов, которые вошли в Самарскую губернию, и планы самого города Самары за многие годы. То есть посетитель, переходя от плана к плану, может увидеть, как разрасталась Самара. Но уезды, они, конечно, в отличие от потом советского периода, уезды, как они и были созданы в 1851 году, так они неизменно оставались на протяжении 50 лет следующих. И, в частности, в экспозиции представлены и планы этих уездов, которые, например, вышла такая книга, созданная тоже в недрах архива административно-территориального отделения. Здесь представлены копии этих карт, которые посетители могут посмотреть уже в крупном масштабе, на план, который в экспозиции. Замечательно. Хорошо. Что еще такого интересного? В принципе, для обывателя государственный архив, центральный архив – это кладезь всяких тайн и секретов. И периодически что-то из них является миру. Что еще интересно? Вы работники архива. Что интересного для самих себя вы иногда там обнаруживаете? Что не знали, не читали? А тут оказывается, ну, надо же. Ну, архив – это прежде всего, например, для меня – это хранилище историй, различных историй о жизни людей, о жизни города, о жизни каких-то там отдельных организаций. И прежде всего, конечно, это история населения Самарской губернии. В частности, вот, например, на выставке мы в качестве одних из экспонатов представили уникальные своего рода документы. Это метрические книги и ревизские сказки. Мы храним метрические книги с записями о рождении, смерти и браке жителей Самарской губернии до 1917 года. Это если кто-то захочет составить историю своего рода, да, он может прийти к вам и замечать. Ну, это труд весь какой. Причем, если основной массив документов у нас хранится именно с 1851 года, с образования губернии, потому что образовались губернские структуры, и их документы у нас хранятся, то вот метрические книги и ревизские сказки у нас есть за более ранний период. До образования губернии, я понял, да. До образования губернии, да, потому что они хранились в церквях в Самарской губернии, и когда в 1917-18 годах церкви закрывались, то вот эти метрические книги были переданы на хранение в архиве. Квали из-за коренных самарцев, да? Да, самарцев, да. Ясно. Хорошо, мне подсказывают, времени практически у нас не осталось, пошло к концу. Вот если есть что-то еще интересное и вкусное, пожалуйста. Вот, а так, я думаю, что можно просто пригласить, осталось немного времени, да? Выставка еще работает. И на выставке жители могут сравнить изображение герба губернии и изображение губернского города Самары. То есть всегда немножко путают герб города и герб губернии. И они, так как они расположены, изображение это рядышком, в витрине, то любой посетитель сам может посмотреть и сравнить, чем они отличаются. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Обязательно, я думаю, и самого заинтересовали этой выставкой. Я думаю, что многие из телезрителей с удовольствием придут, посмотрят им не только на выставку, да, но еще и воспользуются услугами Центрального государственного архива. Спасибо вам большое. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят» смотрит нас на канале губерния. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»